Девушки отдыхают Вся кудьбе, вся клостье, ты мой Бог, Бог беспилечный Аллилуйя, Господь, твоя любовь вечна Она стекает от престола благодати В наши сердца, принося нам надежду Надежду во всех обстоятельствах Даже там, где нет надежды, мы можем с надеждой верить тебе Уповать на тебя, надеяться на тебя Потому что ты великий и любящий отец Ты возлюбил свое творение Возлюбил любовью вечной Ты никогда не оставишь, ты никогда не покинешь Ты будешь держать нас за правую руку во все времена Во всех обстоятельствах И не важно, что ты сейчас проходишь Бог простирает к тебе свою любовь Он распростер свои объятия на кресте И Он принимает тебя в свою любовь И Он любит тебя своей вечной любовью Благодарим тебя, Отец Славим тебя и молимся о том, чтобы ты благословил Наше собрание сегодня Почтил нас присутствием Своим И дал нам хлеб с небес Которым мы можем напитать нашего внутреннего человека Для того, чтобы он был сильным Но главное, чтобы он был угоден тебе Чтобы он был подобен тебе Чтобы мы возвратили образ и подобие Твое, Господь Во имя Иисуса И всегда находились в нем И всегда были солью земли Светом этому миру Потому что ты и так заповедовал для нас Благослови каждого моего брата Восполни все нужды, которые мы имеем сегодня Если кто-то болен, имеет боль в своем теле Пусть прямо сейчас Дух Святой притронется к нему Прикоснется к нему И исцелит его, Господи, силой Силой Духа Святого Прямо сейчас Пусть исцеление придет в вашу жизнь во имя Иисуса Восстановление Пусть уйдет всякое огорчение И придет, Господи, радость Елей радость, и пусть изливается на этом месте На всякого верующего человека Благодарим Тебя за то, что Ты собираешь нас как тело Твое Благодарим Тебя, что Ты глава этого тела Мы провозглашаем Ты глава этого тела Ты, Иисус, правишь Ты, Иисус, руководишь Ты, Иисус, все, Господи, от Тебя и все Тобой Управляется Благодарим Тебя и славя И воздаем Тебе славу и величие На этом месте Воздайте Богу хвалу Он достоин Он достоин Он достоин Аллилуйя Давайте поблагодарим нашу группу Прославления, спасибо им Аллилуйя Повернись Повернись к кому-то и скажи Мы одно тело Мы одно тело, да Слава Тебе, Господь Благодарим Тебя Я приветствую вас все Всех, братья и сестры Любовью Христа Спасибо тем, кто приехал из других городов на отдых Но в воскресный день Он не может оставаться на пляже Он идет в церковь Это здорово Иметь такую хорошую привычку Слава Господу Один Олег сказал Аминь Остальные думают Я бы лучше на пляже Повел? Просто сегодня причастие И знаете, меня радует Что мы приняли такое решение Что каждое причастие Первое воскресенье месяца Все церкви собираются вместе Как одно тело И принимают здесь причастие Я хочу сегодня особенно поприветствовать Пасторов наших церквей С их супругами, да Слава Богу Всех тех, кто их сегодня поддерживает Из других церквей Дагомыса Кудепсты Это здорово Я хочу сказать Мы одно тело Вы не одни Знаете, это так приятно Когда тело собирается вместе Это как вот Дети приходят к родителям В один воскресный день Садятся за стол И вкушают еду И родители, они радостны Может быть дети думают Да что мы приперлись Да что лучше бы свои дела сделали Но родители, они радостные Если даже вы думаете Что приперлись Что вы приперлись Мы как родители радостны Аллилуйя Правда церковь? Здорово, да И может быть для вас Это накладно немного Но знаете В этом есть благословение небес Я верю И Бог почтит нас И Бог увидит наше единство Когда мы читаем Книгу Откровений Там сказано Что ангелу Такой-то церкви Там сардийской церкви Повелеваю И многие трактуют Что это как будто Пастору говорится И я тоже так иногда думаю Но недавно я прочитал Другую интерпретацию И она мне больше импонирует Знаете Конкретно нельзя сказать Кому там говорит Разные выводы есть Но вот Один человек Он говорит о том Что это говорится Знаете Общему духу церкви Есть общий дух церкви Вот в церкви Ковчег есть свой дух И мы его устрояем Мы разные Приходим сюда Но мы как-то вот Своими дарами Своими талантами Своим общением Мы устрояем Такой общий дух Вот как у человека Есть дух Так и у церкви Есть дух И его можно почувствовать Я когда езжу по городам Ты приходишь Ты прям чувствуешь Этот дух церкви И вот я хочу Чтобы у нас Дух был Знаете Божий Да Он везде как бы Божий Потому что дух Христов Он созидает церкви Но есть характер Есть характер у церкви Если бы это так Было Оно должно может быть так Чтобы дух Христов Был в основании Все церкви Оно так и есть Но все-таки Что-то делает церковь Какой-то особенной И уникальной И вот мы как-то Уникально Представим перед Богом И я хочу Чтобы вот наш дух Он был дух Такого единства Сплоченности Чтобы действительно Божий дух Здесь свободно дышал Свободно действовал И жизни людей Они изменялись Это самая главная Наша цель церкви Задача Скажем так Чтобы жизни людей Изменялись В церкви Халилюя И сегодня еще Не хотел бы обойти Вниманием Одно Событие Которое В христианском мире Происходит Сегодня 50 лет Нашему начальствующему Епископу Эдуарду Анатольевичу Гробовенко Давайте мы его поздравим И я хочу Пускай Запишут Может быть Потом мы смонтируем Этот ролик Эдуард Анатольевич Мы Церковь Ковчег Города Сочи Поздравляем вас С этим днем рождения И желаем С этим юбилеем И желаем вам Благословения На всех ваших путях Пусть Бог Обильно Даст вам Благодать и помазание Во всем В чем вы трудитесь Ваш труд почетен И мы ценим его Поздравляем Давайте все вместе Поздравляем 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 И вас дайте Хороший аплодисмент Это правильно Друзья Может быть кто-то Сидит Скажет Ну что мы тут Показуху делаем Нет Не показуху Это от сердца Это правильно Когда мы Почитаем людей Трудящихся В Господе Наше начальство Он наш начальствующий Епископ И мы его Почитаем Он совершает Почетный труд Перед Господом Сложный труд Перед Господом И мы постоянно В нашей церкви Молимся за этих людей Мы поддерживаем Руки этих людей Потому что Мы считаем Я считаю По крайней мере Что помазание Оно течет С головы И если на нем Не будет помазания То и на нас Не будет помазания Нельзя так Знаете Выбился из церкви Ходить таким Помазанным Ты не помазанный Ты измазанный Когда из церкви Выбился Измазанный Всем чем хочешь Но только не елеем И не Божьей благодати Поэтому Молитесь всегда За своих Лидеров Поддерживайте Лидеров И вам будет благо Потому что написано Почтишь пророка Как пророка Получишь Награду Чью Пророка Не свою Пророка Слово Не обманешь Друзья Слово четко Это говорит Гордость наша Иногда ведет нас В другом направлении Поэтому Слава Богу За то Что мы имеем Это в своем духе И мы еще раз Поздравляем Нашего епископа Слава Богу За его труд Аминь Мы сегодня Не беспризорные Мы сегодня Приняты в союз Мы сегодня Находимся В одной Большой Христианской Семье Российской Церкви Христиан Веры Евангельской Слава Богу За это Аминь И сегодня Я бы хотел Говорить на тему Как ходить В успехе Как ходить В успехе Друзья Я помню Когда я познакомился С Владимиром Арутюновым Это человек Через которого Я пришел К Христу Первое Что меня Впечатлило В нем Это не то Как он Проповедовал Горячо Пламенно Евангелие Иисуса Христа А его успех В разных Сферах Жизни Именно Его Успех Он Привлек Мое Внимание К его Личности И сегодня Я не ошибусь Если скажу Что большинство Людей Привлекаются К Богу Через нас Благодаря Нашему Успеху В той Или иной Сфере Нашей жизни Да Это хорошо И классно Ходить В святости Но знаете Что Святость Наша Она людям Не нужна И не видна Святость Наша Она импонирует Больше Богу Потому что Когда Владимир Проявлял Святость В своих делах В моем присутствии Я это считал Странностью Ну ладно Когда человек Не курит Может быть Он ведет Здоровый образ Жизни Может быть Он спортсмен Но когда Он вообще Не выпивает И еще И не матерится Простите Это странный Человек Для меня Это было так Я помню Как я покаялся В церкви Слово жизни И ехал домой В Коломну Меня вез брат Во Христе Евангельский Он тоже Не курил Не пил Не блудил И я его спрашивал Говорил И ты с девчонками Не встречаешься Он говорит Нет И ты вообще Вообще никогда Не выпивал Он говорит Нет И я думал Несчастный человек Слушай Как он вообще живет Вот ему Мозги промыли Это сегодня Я понимаю Что хорошо Ходить в святости И что Бог Свят И он хочет Чтобы мы Тоже были Святы Но это не привлекает Людей этого мира Вообще Никак Их привлекает Успех В твоей жизни Они смотрят Даже на тот успех Который приобретен Пускай Неправедным путем Они смотрят На людей Успешных И хотят Повторять их жизнь Они ищут В их жизни Ту формулу Которая дала Им успех И когда я смотрел На Владимира Я видел успех В каких-то сферах И я задумывался И думал А что дает ему Этот успех И тогда я сам себе Отвечал Это Бог И только после этого Я захотел Познать Такого Бога Вот Друзья Христиане Нам нужно Быть успешными В разных сферах Нашей жизни У нас должны быть Самые успешные Семьи Где нет места Огорчения С супругом Где нет Месту Разводом У нас должны быть Самые успешные Дети Которые достигают Всего в этом мире Мы должны С вами вести Самым успешным Образом Свой бизнес Мы должны Работать На работе Успешнее Всех Друзья И то же самое Мы должны Служить успешно Господу Аминь Посмотрите Апостол Павел Пишет Тимофею Наставление Говорит ему Что нужно делать В его служении Открывая Разные секреты Действия Которые он должен Производить В своем Служении И подводя Поэтому Итог он говорит Следующие слова Первое Тимофею Четвертая Глава Пятнадцатый Стих Он говорит Осем Осем Заботься И всем Прибывай Дабы успех Твой Для всех Был Очевиден Он говорит Другими словами Он говорит Все дела Которые Я тебе Поручил Делать Для того Чтобы созидать Своё Служение Они Предназначены Для того Чтобы привести Тебя В видимый Успех Перед людьми Чтобы люди Глядя на Твоё служение Говорили Что действительно С ним Бог Здесь без Бога Не могло обойтись Человек сам по себе Не может иметь Такого и успеха Друзья Иисус Был успешен Иисус Был успешен Люди Дивились Когда смотрели На его дела И они говорили Действительно С ним Бог Они может быть Его не признавали Богом Но когда они видели Как он исцеляет Как умножение Происходит Через его руки Они удивлялись Они говорили Этот человек Действительно успешен Он не может Сам по себе Быть успешным Потому что С ним Бог Я хотел бы Сегодня На примере Жизни Одного героя Которого зовут Иосиф И он считается Одним из самых Успешных героев Библии Посмотреть И может быть Научиться Как нам Ходить В успехе Об Иосифе Об Иосифе В Библии Написано Что он был Самым любимым Сыном У своего отца Отец его Так сильно Возлюбил Что подарил ему Костюм Костюм От кутюр И он ходил Щеголял В этом костюме Перед своими Братьями И сказано Что братья Его ненавидели И поверьте Было за что Ненавидеть Иосифа Потому что он Не только Дразнил их Своими Красивыми Одеждами Слава Богу Я вот когда читал Подумал Слава Богу Что Иосиф Был не девочка И у него Не были сестры Тогда бы Они его Еще раньше Убили Сто процентов Ну представьте Тут братья Стали ненавидеть Иосифа И было за что Во-первых В одеждах Ходил Щеголял А во-вторых Сказано Он на них Папе Информацию Худую Доносил Как сегодня Молодежь бы сказала Стукачок Такой был В семье Папе Приносил Все что делали Старшие Братья Худого Но Иосиф Вот я читаю И прихожу К мнению Иосиф Не замечал Их ненависти Вообще Вот сами Подумайте Если бы Люди Вас ненавидели Вы бы Рассказали им Сокровенное То что вам Открыл Бог Нет А Иосиф Пришел И рассказал О своем Сне Где Братья Ему Поклоняются Если бы Я кого-то Ненавидел И Бог Мне открыл Сон Что они Просто Примирятся Со мной Я бы тоже Им не сказал Об этом И мы Видим Что братья После этого Рассказа Еще больше Стали ненавидеть Иосифа Но такое Ощущение Либо Иосиф Совсем Не замечал Либо он Не догонял То что Братья Его ненавидят Потому что Когда его Папа послал Сходить К братьям И узнать Как у них дела И принести Весть Обратно Папе Догадываетесь Какую бы он Весть Принес Он бы не Принес Хорошие Вести Он бы Рассказал Все самое Худое Иосиф Придя на место Где должны были Братья Не нашел Их там Если бы я Знал Что Те Кого я Ищу Ненавидят Меня Я бы Пришел Посмотрел Развернулся И ушел Бо домой Даже если бы Меня заставили Найти людей Ненавидящих Меня Я бы Пошел И при первой При первом Препятствии Перестал бы Их искать Но написано Иосиф Стал их искать Он не остановился Он стал Их искать И нашел На свою голову И знаете Что я увидел Может быть Так Что братья Тебя Ненавидят Может быть Так в твоей жизни Что братья Тебя не любят Но если тебя Любит отец Этого достаточно Для того Чтобы иметь Жизнь с успехом Потому что Любовь отца Любовь отца Принятая Любовь отца Она делает так Что мы Становимся Способными Не замечать Ненависти Других Мы Становимся Способными Любить Тех Кто нас Ненавидит И искать Тех Кто потерялся Вот таким Был Иосиф И когда он Нашел Своих братьев Братья Не обрадовались Этому Они сняли С него одежды Бросили его В ров Продали его В рабство Иосиф Прошел И ров И рабство И тюрьму И только После этого Попал во дворец Фараона Знаете Что я увидел Что где бы Иосиф Не находился В каких бы Сложных условиях Он не пребывал Он всегда Был в успехе Он всегда Находился в успехе В арве У него был успех Потому что должен быть Умереть Но брат за него Вступился И только стал продан В доме Патифара Он ходил в успехе Если бы он Не был в успехе Жена бы Патифара Никогда бы не Обратила на него Внимание Поэтому друзья мои Когда вы будете Ходить в успехе Знаете Что многие искушения Восстанут на вас И будут стараться Вас соблазнить Она же Не пристала К какому-то Незначительному рабу Она пристала Именно к тому Кто был в успехе Которому Патифар отдал все Чтобы он Руководил этим Чтобы он управлял Этим Мы видим Что из-за этого Он попал в тюрьму И в тюрьме Он тоже был в успехе Если бы он Не познакомился С веночерпием И хлебодаром Он бы никогда Не попал В дом фараона Послушайте друзья Маленький успех В незначительных Обстоятельствах Всегда вас приведет К большему успеху К успеху всей В вашей жизни Потому что От силы В силу И от славы В славу Мы передвигаемся Если вы смотрите Сегодня на свою жизнь И видите Что вы находитесь В совершенно Безуспешных Обстоятельствах То станьте Там самым Успешным человеком И Бог вас Выведет из этого В другое И тогда вы придете К успеху Всей своей жизни Как же Иосиф Был успешен Первое Что приводило его В успех Это Бог был с ним Бог был с ним Давайте прочтем Как это было В доме Патифара Вот как написано Бытие 39 глава 3 стих И увидел господин его Что Господь с ним И что всему Что он делает Господь в руках Его дает успех А вот что написано Когда он был в тюрьме Начальник темницы Это 39 глава 23 стих И не смотрел Низачем Что было у него В руках Потому что Господь Был с Иосифом И во всем Что он не делал Господь Давал Успех Друзья В жизни Любого верующего Человека Гораздо Больше Причин Ходить в успехе Чем это было У Иосифа Потому что А нас то Господь сказал Следующее 2 Коринфянам 6 глава 16 стих Вы храм Бога живого Как сказано Бог Как сказал Бог Вселюсь в них И буду ходить В них И буду их Богом И они будут Моим народом Если Бог Был с Иосифом То сейчас Он в нас Друзья Ибо с того момента Как мы Признали Иисуса Христа Своим Господом И Спасителем Он Духом Святым Вселился В нас И ходит В нас И я хочу Спросить Нас Друзья Неужто Всемогущий Всеведущий Бог Который Создал Небо И землю И все Что наполняет Их Который Дал нам Жизнь И всему Дал жизнь И сам Является Жизнью Утратил Свои способности Лишь потому Что вселился В тебя Нет Друзья Павел Говорит Что та же Сила Которая Воскресила Иисуса Христа Она Находится И внутри Нас Если Павел Сказал Что та же Значит Та же Не утрачившая Никаких Качеств В тебе Всемогущий Бог И у тебя Есть причина Для успеха Бог Не вселился В тебя Чтобы быть Безуспешным Бог Вселился В тебя Чтобы сделать Твою жизнь Не успехом Ты Тот Который Должен Ходить Во всех Сферах С успехом Потому что С тобой Бог Ну что Происходит Мы Ограничиваем Бога Мы не даем Его силе Теть Через себя Тем Что у нас Есть свои Желания Тем Что мы Перестаем Ходить В Его Воле Мы Своими Хотениями И своими Желаниями Преграждаем Поток Сили Божьей И она Перестает Течь Через Нас А как Понять Нахожусь Я в Воле Божьей Или нет Потому что Все говорят Что это Воля Божья Они Какие-то Вещи Говорят Мне Бог Сказал И потом Смотришь Все развилось Не так Как Ему Бог Сказал И у меня Вопрос Тебе Бог Сказал Или Не Бог Сказал Сегодня Люди Так Просто Говорят Что Бог Сказал Сегодня Пророки Появились Которые Говорят Так Сказал Господь Знаете Почему Они Так Говорят Потому что В Ветхом Завете Если Ты Сказал Что Так Сказал Господь И Это Не Случилось То Что Ты Потом Произнес Тебя Камнями Побивали И Ты Боже Подумал Сказать Так Или Нет А Сегодня Люди Своё Мнение Так Часто Выдают За Мнение Господа Потому что Ты Думаешь Если Ему Сказал Господь А потом Это Все Не Исполнилось То Тогда Бог Не Всесильный Или Не Всемогущий Я Тогда Не Понимаю Почему Это Не И И Если Бог Говорит Слово То Он Исполняет Его Он И Не Исполни Он Не Человек Чтобы Ему Врать Он Не Человек Чтобы Ему Изменяться И Если Он Сказал Слово Он Его Исполняет И Мы Часто Навязываем Богу Свою Волю И Мы Часто Находимся В Своей Воле Но Хотим Чтобы Это Выглядело Как Воля Божья И Поэтому Мы Предоставляем Это Как Волю Божью Потому Что Нам Так Спокой Нам Так Убедительней А Некоторые Это Делают Для Того Чтобы Убедить Других Людей Что Ты Прав Как Все Происходит Естественно Друзья Ты Не Надрываешься Делая Дела Божьи Согласно Его Воле Его Иго Написано Легко И Когда Ты Трудишься В Его Воле Ты Ощущаешь Что Есть Поможение Потому Что Ты Сработник У Бога Дай Аминь Бог Допускает В нашей Жизни Такие Времена Когда Нам Надо Применить Сверх Усилия Сверх Того Усилия Которые Ты Уже Применил Бог Делает Так Но Лишь Для Того Чтобы Показать Тебе Что В твоей Немощи Его Сила Является Он Хочет Тебе Этим Показать Ты Не Один Это Не Твое Дело Если Это Моя Воля Это Больше Мое Дело Ты Просто Сработник Ты Трудишься И Я Дам Тебе Все Необходимое И Я Дам Тебе Силу И Я Дам Тебе Вспоможение И Ты Чувствуешь Это Вспоможение Если Ты Находишься В Воле Божьей Это Не Просто Вот Ты Лежишь На Диване И Все Устрояется Я Не Об Это Сейчас Ты Трудишься И Даже Применяешь Усилия Но Ты Чувствуешь Что Оно Идет Что Оно Течет Что Ты Не Один Трудишься Что Есть Кто То С Тобой И Второе Самое Главное Друзья Второе Запомните Когда Ты Находишься В Воле Божьей Тебе Не Надо Никого Контролировать Потому Что Слово Говорит Если Богу Угодно Твои Пути Он И Врагов Примирит С Тобой Тебе Не Надо Всех Убеждать Что Это Воля Божья Я Помню Наш Переезд В Сочи Когда Я Рассказал Своей Супруге О том Что Бог Ведет Меня В Сочи Она Не Приняла Эту Весть С радостью Она Сказала Вау Слава Богу В Сочи Поедем Так Не Было Но Она Не Отреагировала Знаете Она У меня Менее Эмоционально Чем Я Она Просто Подумала Сказала Давай Давай В Сочи В Сочи Завтра Владивосток Послезавтра Еще Куда Пройдет Ничего Лежа Эта болезнь Пройдет Но Я Молился И Видел Как Бог Ведет Меня И Пришло Время Переезжать И Когда Мы Переехали Сюда Все Произошло Очень Стремительно Она Не Ожидала Обычно У нас С работы На Пенсию Увольняют Очень Долго И Я Когда С ней Разговаривал Я Понимал Что Она Написала Рапорт На Увольнение На Пенсию Но Думала Что Его Будут Мурыжить Полгода Если Не Больше И Она Будет Этим Прикрываться Говорит Ну Вот Меня Женю Уволили С работы А Ее За Одну Неделю Уволили Рассчитали И Все Сделали И Мы Уже Здесь Сочи И Она Вдруг Включает Сознание Что Произошло Она Вообще Не Поняла Как Она Сюда Приехала Она Рассказывала Для Меня Это Как Будто Отпуск Был Но Я Понимал Что Это Бог Бог Смирил Ее Волю На Это Время Это Не Так Что Она Потом Радовалась Нет Она Потом Грустила Она Потом Вдруг Свою Волю Начала Проявлять Вот Когда Воле Божьей Находилась Она Не Поняла Как Это Произошло Все Так Стремительно Все Развилось Все Так Сделалось И Она Раз Здесь И В Сочи И Потом Вдруг У нее Сознание Включается Как Это Так Все Потеряла Наша Живоля Когда Мы В Воле Божьей Все Потерял Работу Потерял Друзей Потерял Все Потеряла И У нее Был Такой Период Депрессии Можно Сказать Но Потом Бог Пришел Открыл Ей Глаза Знаете Здорово Когда Бог Открывает Нам Глаза Если Мы читаем Священное Писание Мы Увидим Как Минимум Три Места Священного Писания Где Бог Открывает Глаза Первое Это Когда Агарь Оставила Своего Ребенка Которую Выгнал Авраам И Сказано Она Оставила Его И Не Было Воды Потому Что Ребенок Уже Помирал И Вдруг Пришел Бог Открыл Ей Глаза И Знаете Что Она Увидела Она Увидела Колодец Не Бог Не Создал Колодец Он Там Был Но У Человека Были Закрыты Глаза Человек Не Видит Божьего Обеспечения Иногда И Богу Надо Прийти Открыть Глаза Второе Место Священного Писания Это Когда Елисей Помолился За Своего Слугу И Были Открыты Глаза И Слуга Увидел Что Ангелы Огненные На огненных Колесницах Стоят И Защищают И В тот момент Помните Когда Город Был Окружен Сирийскими Войсками И Слуга Елисея Он по этому Поводу Сетовал Но Вдруг Елисей Помолился И глаза Открылись И он Увидел Что Ангелы На огненных Колесницах Окружили И Весь Город И все Войско Сирийское И знаете Бог нам Открывает Глаза Чтобы Увидеть Что Мы Защищены Что Есть Защита От Бога Мы Иногда Так Увлекаемся Что Думаем Что Нет Защиты От Бога И Третий Момент Это Помните Когда Валаам Он Ехал На Ослице Сделать 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 Сво Своё Своё Дело Сбился С Божьего Пути И Ослица Начала С ним Говорить Помните Этот Момент И Он Стал Вступил В диалог С Ослицей Стал Ей Объяснять Что Она Непослушна Она Говорит Зачем Ты Меня Бьёшь Я Я Жу Всегда Была Тебе Послушной Интересно Когда Ты Говоришь С Ослицей Это Скорее Всего Означает То Что Ты Сам Осёл Но Потому Что Ослиный Язык Не Сможешь Понимать Если Не Станешь Ослом И Вот Бог Открыл Глаза Ему Для Того Чтобы Он Вернулся На Путь Истины И Иногда Бог Открывает Нам Глаза Чтобы Мы Увидели Путь Истины Вот Так Было У Моей Супруги Но Потом Бог Пришел Открыл Я Глаза И Вдруг Она Поняла Что Она В Большем Благословении Чем Была До Этого И Мы Сегодня Радуемся Тому Что Бог Привел Нас Сюда Потому Что Он Дал Нам Большие Благословения Самое Большое Благословение Это Вы Да Поаплодируйте Себе Если Вы Находитесь В Божьей Воле Вам Не Нужно Будет Контролировать Людей И Навязывать Им Свое Аллилуйя Слава Господу Второе Что Давало Иосифу Успех Иосиф Имел Успех Так Как Не Предавался Воспоминаниям Об Ужасном Он Не Предавался Воспоминаниям Об Ужасном Упоминание О Жизни И Судьбе Иосифа В речи Стефана В книге Деяний Говорит О Взаимосвязи Благодати Божьей На жизни Иосифа И Успехи Который Он Имел Здесь Сказано Так Деяние 7 глава 9-10 стих Патриархи По зависти Продали Иосифа В Египет Но Бог Был С ним И Избавил Его От всех Скорбей Его И Даровал Мудрость Ему И Благоволение Царя Египетского Фараона Который И Поставил Его Начальником Над Египтом И Над Всем Домом Своим Друзья На жизни Иосифа Было Благоволение Божье Была Благодать Божья Почему Иосиф Обрел Эту Благодать От Бога Это Благорасположение Фараона Это Стремительное Продвижение По Карьерной Лестнице Когда мы Изучаем Жизнь Иосифа Мы Видим Что Братья В Его Жизни Сотворили Ужасное Они Предали Его Они Продали Его В рабство Они Сняли С него Одежды Но Иосиф Никогда Не Предавался Воспоминанию Об этом Ужасном Нигде Вы Не Увидите В тексте Что Иосиф Он Говорил Плохое В адрес Своих Неверных Братьев Он Никогда Не Вспоминал Он Не Положил Горечь В свое Сердце И он Всегда С добротой Относился К людям Как бы К нему Не Относились Они Когда В доме Патифара Его Оболгали И он Попал В тюрьму Он Даже Не Вспоминал Об этом Случае Когда В тюрьме Тот Который Вышел Из тюрьмы По 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 его Толкованию Сна Не Вспомнил О нем В течение Двух Лет Он Тоже Никогда Не Вспоминал С плохим Словом Этого Человека Потому Что Иосиф Знал Что Жизнь Его Принадлежит Господу И она В его Руках И это Видно Из тех Слов Которые Он Говорит Своим Братьям Давайте Прочитаем Бытие 45 4 8 Здесь Написано И сказал Иосиф Братьям Своим Подойдите Ко Мне Они Подошли Он Сказал Я Иосиф Брат Ваш Которого Вы Продали В Египет Но Теперь Не Печальтесь И не Жалейтесь О том Что Вы Продали Меня Сюда Потому Что Бог Послал Меня Перед Вами Для Сохранения Вашей Жизни Ибо Теперь Два Года Голода На земле Еще Пять Лет В Которые Не Орать Не Жать На земле И Сохранить Вашу Жизнь Великим Избавлением Итак Не Вы Послали Меня Сюда Но Бог Который И Поставил Меня Отцом Фараон И Господином Во всем Доме Его И Владыкою Во всей Земле Египетской Друзья Даже Тогда Когда Иосиф Стал Очень Могущественным Правителем Он Не Искал Отмщения Тем Кто Сделал Плохо В его Жизни У У него Было Такое Право Была Такая Возможность Но Он Не Стал Мстить Ни Своим Братьям Ни Жене Потифару Ни Начальника Тюрьмы Ни Тому Кто Виночерпий Который Оставил Его Он Он Располагал Своё Сердце К Людям Он Относился К ним С Любовью И Он Считал Что Его Жизнь Она Управляема Богом Друзья Что Она Принадлежит Богу Что Бог Распоряжается Его Жизни Что Всё Что Происходит В Его Жизне Оно Истекает Из Божьей Воли И Я Сегодня Хочу Вам Сказать Относитесь К своей Жизни Как Подконтрольный Богу Если Вы Будете События Принимать Как Будто Они Сами С Собой Возникли Или Они Возникли Из-за Каких-то Неправильных Поступков Людей В вашей Жизни Вы Постоянно Будете В разочарование Ходить Относитесь Своей Жизни Как На Сто Процентов Подконтрольный Богу Что Всё Что Происходит В вашей Жизни Это Бог Допускает Если Вы Находитесь В Его Воле Бог Контролирует Твою Жизнь Она В Божьих Руках Потому Что Ты Однажды Придал Её В Божьи Руки Не Застревайте Никогда В Прошлом Люди Размышляя О Хорошем Прошлом Застревают И Не Делают Будущего Люди Которые Сожалеют То Что Произошло В Прошлом Это Сожаление Разрушает Их Никогда Не Застревайте В Прошлом Прошлое Вас Не Приведет К Успеху Забывая Прошлое Простирайтесь Всегда Вперед Простирайтесь Всегда Вперед Потому Что Многие Люди Сегодня Думают А правильно Ли Он Сделал А если Бо Он Вдруг Сделал По Другому Тогда Что Могло Быть Если Бо Он Поступил Вот Так А не Так Что Бо Тогда Произошло Если Бо Он Не Переехал И Остался Там И Он Начинает Развивать Как У Него Там Все Произошло Ты Уже Зачем Тебе Там Ковыряться Особенно Это Касается Людей Которые Долгое Время В Боге Они Так Часто Вспоминают Как Было Хорошо Тогда Тогда Когда Тогда Ну Вот Когда Я Только Пришел К Богу Такое Оживление Было Такое Служение Было Так Здорово Было И Душа Пела И Ликовала А Сегодня Что То Не То Может Быть Ты Не Тот Ты Может Быть Не Тот Бог Контролирует Твою Жизнь Он Ведет Тебя По Этому Пути Он Знает Какие Обстоятельства Прийти В Твою Жизнь А Каким Не Надо Приходить Он Допускает Или Он Не Допускает Он Контролирует Все В Этом Мире Друзья И Даже Тогда Когда Мы Сбиваемся Бог Все Равно Своей Любовью Удерживает Нас Он Все Равно Приходит На Наш Путь Как Пришел На Путь Тех Которые Ушли Из Иерусалима В Маус Когда Они Пошли Бог Пришел На Их Путь И Возвратил Их Назад И Тогда Когда Мы Уходим С Пути Он Приходит На Наш Путь И Возвращает Нас На Свои Пути И Он Контролирует Он Всегда С Он Отец Воздайте Ему Хвалу И Третье Что Давало Успех Иосифу Он Шел Не за Мечтой А за Богом 17 Лет Юноше Которому Было 17 Лет Бог Открывает Видение Открывает Его Мечту Открывает Что Его Братья Отец Его Родные Поклонятся Перед Ним Но Нигде В тексте Вы Не Увидите Что Иосиф Шел За Мечтой Как Сегодня Много Учат Надо Иметь Мечту Надо Иметь Цель Надо Идти К этой Цели Надо Иметь Целеполагание Чтобы Потом Добиваться Этих Целей Надо Иметь Мечту Чтобы Потом Достигать Этой Мечты Вы Нигде Не Найдете Чтобы Иосиф Богом Который И Привел Его К этой Мечте Иди За Богом Потому Что Бог Знает Самую Короткую Дорогу К твоей Мечте А иначе Если Твоя Мечта Разойдется С волей Божьей То ты Разойдешься Тоже Ты еще Дальней Дорогой Пойдешь К Богу И знаете Еще Что Бог Он Должен Полагать Нашу Мечту Нам Не Мы Сами Должны Цели Себе Устанавливать А Бог Должен Тебе Установить Цели С Богом Ты должен Мечту Свою Увидеть И тогда Ити За Богом И Бог Приведет Тебя Обязательно В то Место Которое Ты должен Быть У Бога Есть План На твою Жизнь И Он Хочет Чтоб Этот План Осуществился И поверь Этот План Он Самый Лучший Все Что Тебе Нужно Не Сопротивляться В Воле Божьей Совершит Самое Чудесное Самое Прекрасное В твоей Жизни Потому что Он Любящий Отец И Он Хочет Тебе Только Блага Он Блага Хочет Его Воля Благая Угодная И совершенная Посмотрите На Иисуса Христа Который Был На этой Земле Ему Однажды Пришлось Делать Выбор Стоять На коленях Молиться До такой Степени Что Его Пот Был Как Капли Крови И Своей Земной Жизни Это Не Выглядело Как Успех Это Выглядело Как Распятие На кресте Как Провал Всего Но Знаете Было Время Когда Он Был В пустыне И Дьявол Говорил Ему Этот Мир Принадлежит Мне И Я Отдаю Его Тебе В принципе Он Мог Был Там Исполнить Свою Мечту Он Пришел Для Того Чтобы Искупить Этот Мир И Дьявол Ему Предлагает Ну С одной Только Целью Поклонись Мне Все Вроде Быстро И К Своей Мечте Сразу Но Иисус Нет Он Не Согласился Он Пошел По Этому Пути Который Приготовил Ему Господь И Этот Путь В Глазах Людей Он Выглядел Неуспешным И Завершился Он По Человеческим Меркам Совершенно Неуспешно На Который Истек Кровью До Такой Степени Что Вода Вышла Из Него И Люди Смеялись И Люди Плевали В Него И Говорили Ты Спасающий Других Сойди С Креста И Спаси Себя Знаете Когда Мы Идем По Божьей По Пути Божьей Воли Люди Будут Нам Кричать Ты Верующий Сойди С Этого Пути Но Иисус Исполнил Все До Конца И На Подвиг Своей Души Он Смотрел С Восхищением И Библия Говорит В Книге Ефесянам Павел Пишет Первая Глава 19 Стих По Действию Державной Силы Его Которую Он Воздействовал Во Христе Воскресив Его Из Мертвых И Посадив Одесную Себя На Небесах Превыше Всякого Начальства И Всякого Имени Именюемого Не Только В Сем Веке Но И В Будущем И Все Покорил Под Ноги Его И Поставил Его Выше Всего Главой У